Нам привезли стенку, начинаем сейчас распаковку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, хочу показать. Ну, хорошо сделали. Здесь деревяшечки. Это дно. Они приклеены даже к картону. Чтобы стоял ящик собранный уже. Шкаф. Хорошо упаковано. Все отлично сделано. Ребят, всем большой привет. Посмотрите, как у нас выглядит зал. Как будто здесь три бомбы взорвали. Ну и в кухне, в принципе, так же. Витя занес мне уже все картоны с новогодней декорацией. Елка, конечно, будет в последнюю очередь. Сейчас я занимаюсь окна, мою. А Витя занимается стенкой. Нам пришла стенка. Сейчас он ее устанавливает. Вы видите ее сейчас еще под пленкой. Пленку мы еще не снимали. Поэтому как все еще так вот, ну, не готово. Еще будут вешаться полки. Сейчас Вова должен привезти нам еще бормашину. Ну и вот так вот в зале сейчас. Красиво и чисто. Так, что я сейчас делаю? Сейчас я заменю клеенку. Почему? Потому что она мне вот прям сверху лежит здесь. И на стулья натянула вот эти чехлы. Я надеюсь, что все-таки нам стол со стульями придет еще до Нового года. Ну, пока что есть, то есть, то и наряжаем. Витрины все это буду мыть. Но уже когда в стенку все будет складываться, наверное, не сегодня. Надо посуду будет мыть, перемывать и натирать в стенку. И поэтому все будет позже. Вот. А я сейчас пока так потихонечко здесь. Марсель просит очень свою комнату нарядить. Сейчас вот сначала здесь, что смогу, и пойду в его комнату сразу. Ну, а потом уже вечером покажем, что у нас получилось. Ребята, еще раз всем привет. Почему еще раз? Потому что у нас сегодня уже воскресенье. Я вчера вам только показала вот этот бардак в зале. И на этом больше я камеру в руки не брала. А все почему? Потому что, ну, Вова с Алиной заехали. Витя тут как бурил, сверлил, крутил. Ну, чтобы не отвлекать. И, в общем, я бегала, носилась, галашилась. Окна помыла все практически. Единственное, только в зале вот эту сторону. Вот эти вот окна, которые здесь, да. Я их снаружи протерла, а снутри нет. С салфетками гридвей, ребят, вот так справилась. Наура. Знаете, как я сделала? Взяла, короче, салфетку, этот инвольвер. Сначала ей проходила, а потом для стекла. Ну, то есть грязью собирала инвольвер. А вот эти для стекла, которые, да, я уже по второму кругу шла. И так было классно. Ну, не так часто приходилось тогда мне салфетку споласкивать для стекол. Сейчас я вам покажу, что у нас примерно вырисовывается. Сегодня первый адвент. Всех, кто отмечает первый адвент, ну, как зажигает свечу. Всех поздравляем с первым адвентом. Марселик сегодня был счастливый и довольный. Зажег свечку, короче, первую. Мы с утра еще пили кофе. Витя заклеил там у этого трубочиста. Или как он? Ну, который трубку мира-то курит. Сейчас покажу вам. Я не знаю, как он называется. На трубочиста он чем не похож, ведь, я говорю, у него шапка другая должна быть. Ну, котелок или как он называется. Вот, спи, забыла. В общем, покажу потом. И, представляете, мы вчера совсем забыли, что сегодня первый адвент. Марсель вчера смотрел новости по телевизору и говорит, мама, папа, завтра первый адвент. Мы, опа, а мы хотели надежать, но мы не хотели на стол этот кран еще ставить. Да, но пришлось ставить. Так что день вчера был у нас долгий. И сегодня будет тоже долгий, потому что мы будем сейчас... Витя дособирает там ручки, он приделывает уже, снимает пленку со стенки. И после того, как снять пленку, нельзя сразу ничего протирать. Нужно 72 часа ждать, чтобы потом можно было, ну, поочистить, очистить, протереть, в общем, фронт самой стенки. Я уже жду, не дождусь, когда сейчас я все перемоюсь, сейчас вам покажу план моей работы. Потом я хочу в ванную, в ванную, с пенкой. Ладно. Надо делать, потому что день-то заканчивается, завтра уже понедельник, надо все успеть. Вот. Хорошо, что сегодня мне готовить не надо, в принципе. У нас все покушать есть. И поэтому хорошо руки развязаны. Но, опять же, плохо то, что придется в понедельник после работы готовить. Ну, да ладно. Сегодня, знаете, у нас вчера, позавчера было минус три ночью. И утром прям сегодня такой туман, туман стоял. Все было в Виннии, туман, знаете, так красиво было. А вчера ночью мы выходили тоже на балкон, смотрели, небо такое чистое-чистое было. Вообще обалденно просто. Такого неба редко когда видим. Обычно там тучки, что-то. Это вот, знаете, когда морозно должно быть, да, вот такое небо красивое было. Я еще хотела сфоткать, но, блин, нифига не получалось. У меня камера не передавала. Так было красиво. Ну, ладно. Потому что темно было. Ночью. Для меня уже ночь, знаете, когда наступает? В пять часов вечера, если уже темно, для меня уже все, ночь. Уже не день. Потому что темно. Так, ладно. Пойдемте, я вам покажу. Ну, тут, конечно, много еще недоделок. Это еще будет все постепенно-постепенно. В течение недели это все уляжется. Потому что, допустим, на полке сейчас все стоят фигурки от Рождественские. И это еще, Витя, батарейки будет сегодня вставлять везде. Короче, еще пока местах все провизоришь. Сегодня, в общем, зал уже не такой бардак, но все равно. Вчера я на скорую руку, видите, посадила совушек на снег. Ну, там еще будем доделывать. Тут потом еще огоньки пущу, не сейчас. Витя заклеивал сегодня, вот тоже конструкцию полетела была. Сами вот эти вот сосульки красивые, но вот это все развалилось, он клеил с утра. Потом достал тоже огоньки. Огоньки, так сказала. Ну, вы видите. Хочет тоже пускать где телевизор. Вот так сейчас выглядит стенка. Полки, видите, вчера прикрутил. Я говорила, да, что сейчас все это так еще просто так стоит. Это так не будет. Все это будет убираться. Мне просто некуда вчера было расставить, чтобы это все не зацепили и не полетело. Вот, видите, кое-где уже вижу ручка. Одна здесь, вторая на стекле там, но еще не до конца. В общем, Витя тут занимается. Еще полки будут. А я потом буду проходить, все это полировать, чистить. Уже начинает вон срывать пленку сверху. Ну, в общем, нравится. Все красиво, хорошо. И за счет того, что стенка, она, видите, полузакругленная, да, полукругом идет. Здесь у нас, получается, зал шире стал. Вроде как, вот больше пространства. Мне нравится вообще. Цвет, конечно, сейчас под пленкой еще, он такой матовый, но на самом деле оно глянц, да, оно не матовое. Будет вот эти вот двери. Так, телевизор тоже хорошо встал. Смотрите, теперь у меня там лептоп лежит снизу. И здесь, видите, вот кабеля, все причиндалы, которые к телевизору идут. В общем, здесь пока Дед Мороз стоит под пальмой. Вот наш экран. Видите? И вот этого, Витя, вот чинил сегодня. Вот кто может знает, напишите, как его зовут вообще, как он. По идее, по идее трубочист, вроде как по одежде, да, судя, но почему-то, почему-то у него в руке доска и молоток. Вот это я не понимаю. Ну, это он, когда внутрис такую ставишь, как уголечек зажигаешь, у него через трубку идет дым. Пахнет так потом вкусно. Видите, какое? И у него была... А, и ножка отвалилась, Витя, потом ножку тоже сегодня клеила вот эту. Короче, починили. Все починили, а здесь у нас еще завал, еще не все, говорю, разложено. Видите, это все еще для елки нужно будет, поэтому из четырех картонов, четырех коробок, вернее, все сложили в одну, что сейчас необходимо, остальное все унесли. Витя сейчас говорит, смотри, как потолок красным отсвечивает. Там все же красное, да, стоит, ну, как скатерти, на стульях чехлы. И действительно, отсюда вот видно, что краснотой в потолок бьет. Теперь, если я там буду с вами вещать вам, то я буду тоже, лицо будет всегда красное. Вот, в общем, нужно эти витрины все перемывать, на витринах тоже порядок наводить. Сейчас пойдем покажу вам в другой комнате. Ну, здесь все как всегда, вечером, потом, когда зажгем, покажу, наверное, если не забуду. Ну, или в следующем влоге. Марсель захотел все-таки свои эти снежинки обратно, я ему предлагала другие повесить, гирлянду другую, но он не захотел. Здесь тоже, это Марсель все выстроил. Это, говорит, они друзья. В общем, домовенок Кузька, Дед Мороз и, как он, как он, суслик, вот, с сусликом он не расстается. Ну, и вот так вот, да. Кстати, смотрите, как маленькая авокадо, которую я пересадила с балкона, он подрос, надо полить их водичкой. Цветочки уже сухие. Также, видите, вчера пробурил дырку, повесил обратно крючок один, там надо еще немножко подмазать, и Дед Морозик, видите, на качельке сидит. То, что сейчас не стало крючков, и некуда его вешать, и лампа другая, в том году же другая лампа была. Вот, теперь Марсель его подходит сюда и качает. Я говорю, я потом, когда Дед Мороз снимется, ловит снов, перевешу на крючок потом. Вот это все папки, документы, бумажки, это все идет сейчас в стенку, и вы знаете, да, вот тут у меня. Склад. Вот это все сейчас буду вытаскивать, и все это буду перемывать, натирать, помимо двух витрин. Это еще не все, еще есть две коробки, которые со стенки были. Огоньки, конечно, очень яркие, но, как сказать, глазами я вижу по-другому, немножко вам передается. По-другому надо знать, что нам показать вам будет при дневном свете. Сейчас у нас уже вечер, и света, к сожалению, у нас здесь, в этой части зала, еще пока нет. Вот. Ну, наверное, сейчас отправимся с вами в кухню. Я кое-что решила приготовить, а уже завтра тогда при дневном свете покажу вам, что у нас вообще дома получилось. Знаете, какой малыш сидит возле елочки. Классно, да? Пришлось мне использовать красный лучок. Конечно, он для салата, но ничего страшного. Сейчас вот допекется, покажу вам уже в готовом виде, и, наверное, на сегодня уже попрощаемся, ребята. Смотрите, флам-кухон готовый. Вот видите, какая разница? Здесь был репчатый лук белый, помешанный с красным, да, он светлее. Хотя время приготовления было одно и то же. А вот этот вот полностью с красным лучком. Он краснее такой, как вы, знаете, темнее. Ну, я не думаю, что от этого вкус изменится. В общем, мы пойдем пить молоко с таким флам-кухоном. На этом будет наш вечер подходить к концу. Ну, ребят, всем приятного аппетита, кто будет кушать с нами. Посыпала, кстати, я зеленым лучком с морозилки, поэтому кое-где, видите, кусочки так неравномерно, потому что с льдинками попадалось. Так что, ну, как есть. Зато очень вкусно и свежо. Ну, как свежо, а свежий. Свежая выпечка. Все, ребят, всем пока. До новых встреч.